Товарищ, тоже бывший велосипедист, собственно говоря, мне и моему брату посоветовал, сказал такую простую вещь, говорит, занимайтесь тем, в чем вы понимаете. Ну, понимали мы в велосипедах. И, собственно говоря, с этого и начался наш бизнес. У нас начался он фактически с нуля, потому что не было ни денег, ни каких-то там возможностей. Были только связи заработанные, имя заработанное в спорте. И с этого и начали. Тяжело было в первое время, потому что это для нас было все новое. Приходилось осваивать те вещи, в которых никто не учил нас учиться на собственных ошибках. Слава богу, мы их немного совершали. И потихоньку-потихоньку все это преобразовалось, скажем так, с банальной уличной торговлей велосипедов, преобразовалось в компанию, в магазин велосипедный. Никогда не был сторонником вот этих правильных учений по ведению бизнеса, западных, американских. Все время старались делать все именно так, как мы это видим себе, как мы это понимаем. И, наверное, залог того, что мы до сих пор живем, работаем, это нестандартность решений. Формат торговли, он стал уже надедать. И, собственно говоря, появилось много конкурентов. Надо было предлагать что-то новое клиентам. Плюс, собственно говоря, и сама по себе экономика стала немножечко у нас не позволять держаться в одном бизнесе. И решили развивать его в другой плоскости, но, опять же, далеко не отходя от первоначальной нашей идеи, решили заняться более профессиональной установкой посадки для велосипедистов. Это было бы для клиентов как дополнительный сервис просто. Велосипедный бизнес в чистом его виде, то есть как магазин, он стал немножечко, скажем так, ну, если не загибаться, то не приносить тех дивидендов, которые были там в восьмом году, в девятом, в десятом. Вот. И надо было как-то его немножечко расшевелить, привлечь клиентов. И с этой точки зрения лаборатория, конечно, дала приток клиентам. Тут не было первоначального капитала, здесь все деньги, в общем-то, брались из оборота. Слава Богу, на тот момент при том курсе рубля это было не настолько много. Это были существенные для нас деньги, но это не были какие-то критические там заобучные суммы. Вот. Но если, допустим, это дело сейчас, то там надо порядка десяти миллионов для того, чтобы закупить только оборудование. Для меня бизнес, он из двух частей так состоит. Это люди, я не знаю, как их правильно назвать, чистой воды бизнесмена. То есть люди все равно, чем заниматься, им лишь бы зарабатывать деньги. Это одна категория, а есть люди, для которых бизнес – это, собственно говоря, вся их жизнь. Первые там три или пять лет работы у нас, да, было, безусловно, желание вот этого вот мега какого-то роста, то есть там объемы, контейнеры, куча магазинов. И в какой-то момент даже, это сыграло с нами злую шутку, мы, в общем-то, залезли в тот сегмент, где своими деньгами уже не работают. И где люди привлекают какие-то сторонние инвестиции, где люди привлекают порой даже и какие-то не совсем чистые деньги. Ну, а мы решили, что справимся, все, как говорится, по-честному. Ну, вовремя остановились. Денег не хватает, честно скажу, но это, наверное, проблема не только моя. Они, мало того, у нас дорогие очень, и сейчас еще и с ними большая проблема, где их взять. Да, безусловно, сказывается на развитии очень сильно. То, что приходится где-то постоянно затыкать какие-то дырки. Если брать в разрезе, то есть специализация, в которой мы работаем, это велосипедный спорт и триатлон, то вот в таком формате конкурентов нет. Есть отдельные какие-то части, кто-то занимается посадкой, кто-то занимается функциональным тестированием. Но так, чтобы это все было в одном месте, пока нет. Мы открыли компанию в Бельгии, сейчас у меня семья живет там. И чем нам это помогает? Ну, мы стали, как говорится, делать то же самое, что и делают западные интернет-магазины. Мы здесь консультируем, а люди покупают там. То есть, таким образом мы, в общем-то, поставили, ну, дали себе возможность работать в равных конкурентных условиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!